Довольно часто в объектно-ориентированном программировании применяются понятия интерфейса. Интерфейс — это абстрактный класс, у которого отсутствуют поля, а все методы являются абстрактными. В применении Xe++ это означает, что все методы должны быть чистыми и виртуальными, у них должна отсутствовать реализация, и все это не касается деструктора. Деструктор хоть и может быть чисто виртуальным, но у него обязана быть реализация. Дело в том, что деструктор производного класса всегда в конце вызывает деструктор базового класса. Поэтому если мы у базового класса не определим какой-то реализации деструктора, то у нас произойдет ошибка компиляции. На данном слайде я привел два примера интерфейсов. Например, интерфейс iConvertibleToString. Буква i в названии означает это интерфейс, это просто некоторые соглашения об обменовании. Такой интерфейс могли бы поддержать все классы, объекты которых можно преобразовывать в строчки. То есть они могли бы определить у себя метод ToString, который возвращает строковое представление объекта. Так как в данном интерфейсе есть виртуальные методы, то я определяю деструктор виртуальным. Можно было бы определить и деструктор чистым виртуальным, но добавить к нему реализацию. Но в данном случае никакого толка от этого не будет. Другой пример интерфейса это интерфейс iClonable, который могли бы поддерживать те классы, объекты которых можно копировать. То есть по одному объекту можно создать его копию. Такие классы могли бы реализовать у себя метод Clone, который возвращает указатель на новую копию по указателю на интерфейс iClonable. То есть мы не знаем, какой конкретный тип по этому указателю лежит, но мы можем внутри реализации этого метода создать копию этого объекта и вернуть его по указателю на базовый класс. Например, такой интерфейс мог бы поддержать класс Person. Можно было бы в реализации этого метода Clone создать копию человека при помощи оператора New. Мы создадим его в динамической памяти и скопируем при помощи конструктора копирования. В конструктор копирования мы передадим ссылку на текущий объект и вернем его по указателю. Заметим, что C++ позволяет в качестве указателя при реализации таких методов в производных классах указывать указатель на производный тип. То есть, несмотря на то, что здесь в сигнатуре мы ожидаем указатель на базовый класс, в производном классе мы можем вернуть указатель на производный класс. И здесь произойдет преобразование. Отличие интерфейса от абстрактного класса заключается в том, что интерфейс задает только набор методов, которые должны реализовывать производные классы. Это большое отличие от абстрактного класса, который кроме набора методов может еще задавать некоторую реализацию, которая будет наследоваться производными классами. Продолжение следует...